всем привет это санкт-петербург культурная столица нашей родины так как канал автомобильный приехал я не только культурно как-то просвещаться но и соответственно в поисках новых приключений автомобильных надеюсь все будет культурно все будет порядочно погодка так около нуля судя по всему там где-то лужи где-то снег тут на выбор там лужи здесь снег вот это не так как сибири зима значит зима хрустит функции самолет полетел на котором я прилетел он задержкой мы задержались и следующий рейс задержался так позвонил уже по паре машин начал автосалон ну там как бы один автосалон просто в разных местах машины разные такая тема что не хотят состоянии рассказывать какой был прошлый раз у меня не хотят крайне неохотно когда даже горишь другого города вообще просто как-то размыто все пока такие впечатления ищем дальше уже приехал в питер но в основном все варианты как ни странно по москве попадаются такие которые как бы хочется взять и купить вот машина смотреть московская mercedes полный привод один хозяин 14 год дтп в базе нет ну конечно нужно сейчас проверять и автотеки все эти базы там и так далее сейчас позвоню узнаю чего там с ним как подъездик питерский а лёд здравствуйте а я вот по объявлению по машине звоню ну интересно вот по состоянию кто владелец вы или вы просто продаете ее нет я владелец хорошее состояние надеюсь на что у нас сейчас человек машину смотрят и возможно он несет предоплату так что пока в течение часа решится продать машину или нет а ну понятно в общем попозже позвоните если что узнать да вы позвоните сегодня через пару часов будет понятно как бы приглашаю хорошо все договорились вот получается говорят люди смотрят но на разводняк не похоже так еще еще есть две машины такие же параметры в принципе но на первый взгляд я не знаю как там комплектация и они еще дешевле 1 автосалоне в уфе и 1 получается у нас москве отличное состояние отчеты истории нету здесь а владельцы 3 и более пробег такой же что 20 так а уфа че нам расскажет птс оригинал автосалон продает ну можно будет позвонить узнать откуда к нам пришла зима не знаешь ты никто не знает умолкла все она сама холодных губ не разжимает она молчит так значит есть у меня кое-какие машинки на примете выбранный подобрали подобавлял вот один из вариантов смотрите инфинити просто огромный автобус продает вроде как не перекупщик все реально вообще куплен в январе тринадцатого года просто идеально продавец вот я так понимаю риэлтор с отзывами с хорошими вот думаю сейчас набрать пообщаться здесь как как везде шумно можете рассказать вкратце как состояние я так понимаю вы новую покупали собственник вы по документам но он на месте здесь в питере просто вы занимаетесь продажи все понятно какие были нарекания за время вот езды ваши там какие-то дтп может покраски сейчас на данный момент нужно сделать только очередной то ну стандартное масло фильтры вот это вот все и заменить на переднем левом клеще подшумники там шумят да они нет делали диагностику и показалось что надо менять уже но это проявляется в шуме или еще в чем-то да вроде нет пока так ясно просто муж едет за рулем поэтому если какие вопросы такого вот характера то я вас свяжу он уже вам скажет но менять все равно надо ага понятно птс не меняли ничего оригинал ага оригинал один собственник ключи весь комплект конечно сервисный весь комплект сигнализация на одном крыле все понял а встретиться посмотреть где можно вы там будете все понял ну ладно я тогда буду выдвигаться там как буду подходить вам позвоню питерский дворик ну вот как видите вроде по нормально цену пробег 250 тысяч блин но так в принципе все нормально по этому по разговору да поеду посмотрю вариант цена самая низкая стране возможно еще поторгуюсь не знаю посмотрим что там по ржавчине что там с крылом случилось блин забрали короче финика этого ну если честно я так и не очень настроен было убрать так он много коцик пол машины там дтп такое было ну и не сильно и не слабо я такой уже по ну поговорить говорю с хозяином минут пять или там оказывается какой-то человек рядом был типа он ее уже забирает сказали только приготовился только камеру толщиномер и все говорят как так получилось может я с такой везучая может там какая-нибудь схемка интересная поехал дальше искать счастье своего перекупского так и просто иду мимо вот этого автосалона посмотрим что тут продается вот пожалуй что сольцваген пола 18 год что 35 передний привод механика 1.6 один владелец 44 тысячи пробег о suzuko моя любимая 12 год передний привод механика 449 кстати в москве та которая дешевая suzuko в новом уже кузове она до сих пор так и произойдется у них томат а чё она так дешево стоит это же с x4 уже новый кузов так я ее тоже посмотрю ну-ка здесь пробег такой 179 до так солярис 659 тысяч 24 тысячи пробег всего свеженькая солярочка о skoda skoda удачи ни разу не было у нас skoda и даже не знаю что за машина полный привод робот 208 скобыл миллион триста холли но вот это самолет вообще он не вас не вас 300 тысяч рублей стоит стоит уже давненько видимо ждет покупателя хозяина но еще одна suzuko то а это уже полный привод механика сто тридцать девять тысяч пробег тринадцатый год пятьсот шестьдесят тысяч ну салончик ничего так видимо таким чистят руль неплохой оружие ручку только затерта механики и все ну так отсюда вот машина с пробегом четыре тысячи километров миллион семьсот стоит киа ну-ка здесь что это наверное эти две тысячи километров пробег с тест драйвов на варианты но и стоит 2 миллиона стингер почти 250 к был это чё проекциями у меня машины ни разу не было с проекцией на лобовое стекло девайс какой-то интересный мир проекции ну да это киа уже такая премиальная как самолет уже внутри все а это те же машины только до предпродажной подготовки тут немножко там там подтянуть подкрутить да шучу я не знаю по каскам уж привезли или чё ремонтировать короче отсюда до рульфа три километра там есть интересная машинка фонда црв тоже по нижней границе рынка звонил по ней ничего не хотят говорить говорят приезжай смотри все расскажем весь на месте ни в какую не хотят ничего говорить солнце появилось блин наверно первый раз за эти дни даже как-то непривычно ну как появилось вот так примерно вот так проглядывает сразу щуришься с непривычки так вот уже начинают автомобильные магазины там ауди здесь mercedes я так понимаю дальше будет попроще то чем не надо мерседесы будем смотреть потом когда разбогатеют хочу передать привет и потому что вы пишете об этом в комментариях и так искитим вологда коломыя красноуральск а некоторых городах я тоже впервые слышу а также кузбасс армсберг шупашкар категорически вас приветствую родной новосиб гоголя первого майка богаткова здорово соседи пацаны к сожалению не удалось мне заснять выпуск по бмв видос хотел все успеть но билет уже был куплен на самолет и я к сожалению улетел по бэхе тоже есть чем заняться но сейчас нет времени обязательно к этому вернусь ребята я уже рекомендовал вам и тут снова захожу в интернет и вижу что акция опять действует до 29 февраля райфайзенбанк может выдать вам карта виза платинум за которую обычно нужно платить бабки она достанется вам совершенно бесплатно если вы перейдете по моей ссылке там дичайший кэшбэк как обычно много всяких плюшек а также кто умеет и любит ввязать деньги банка в льготный период есть карточка 110 дней рассрочки с которой можно тянуть бабосики и соответственно вам за это ничего не будет разумеется если выполните все условия у каждого есть свои какие-то житейские проблемы какие-то дела которые возможно вы сможете решить с помощью этих продуктов а также по ссылке в описании вы поможете вашему покорному слуге так вот я наконец и пришел что у нас тут есть hyundai крето семнадцатый год 739 тысяч на автомате передний привод бензин так то ли здесь дождь был недавно прям это я тут прошел уже чистенькие машины тут в принципе руль маленько да уже подшорпаны конечно так лексарь скоро в продаже еще нету цены это гибриды так понимаю судя по голубеньким фарам и шильдик у белые салоны уликса тоже страдают все водительской сидушка покрашена старичок кружак старичок потому что у него лицо такое стариковская какой-то кстати а это чё это накладки типа на фары здесь что-то непонятное какая-то желтая это образовалась здесь вот видите бронепленочка наклеена получается на части капота такой эффект получается ну-ка чё 16 год 3700 ну здесь конечно да салончик получше сохранился хотя видно вот эта кожа что они грубая она такая это нежная прям видно даже визуально вот это видите на углу так ну вот это бмв старенькая мой клиент тоже вот видите как на сузуки вот это парктроники побитый камнями они интересно здесь тоже умирают от этого камешек прилетел скол и все и до свидания или более желучий ну блин ну и рожа просто мразь 9 год 815 ну бэхи салон конечно блин кожа грубая прям свинина конкретная тут конечно совсем другое состояние тут лет с девятого года был бы просто пламя ну вот x6 по это посвежей они этих спираты никогда не просите меня посмотреть машину там увеличение такое иногда пишите меня блин подборщик глк за миллион кому надо пацаны глк за миллион до мотор к сожалению не пишетесь а гуглить это я так как бы смотрю меня особо машина эти не интересно вот среди хендайчик смотрите премиальные они вроде хвалят их полный привод в чё там вообще как в самолете на что-то с водительским ремнем там как какую-то потрепанную семерочка блин миллион что-то дорого они вроде уже по 700 можно такие семерки искать 700 там ну 800 а тут не сказать чтобы она прям была прям идеально какая-то тоже зазорчики на бамперах и здесь это какой-то зазорчик что-то не хватает здесь резинки туманки потные дороговато миллион за семена за такого как считаете приехал на хоккей в общем так для разнообразия посмотрите арену бывших обладателей кубка гагарина неоднократных причем там короче стадион здесь стадион хоккейный реально город но вот написано видео хоккейный город тут по-моему две команды vhl кхл и мхл то есть четыре команды хоккейные играет вообще благодать так надеюсь сибиряки не обидятся на меня за это ну вот собственно и все ожидаемо конечно амур проиграл но создал интригу выиграл первый период со счетом 01 забросили ребята первыми в принципе я там думал вообще изнасилование будет но на вторую часть игры уже сил не хватило и там уже ска начали давить и взяли свое очень рад что побывал на в ледовом дворце круто все организации мероприятия скажу честно круче все чем у нас новосибирске то есть организация какие-то конкурсы постоянно проходит там для детей что-то ведущие там в этих перерывах заводил и то есть во время матча то есть все на высшем уровне вообще просто лайкосик кстати неожиданно феникс снова появился в продаже его снимали потом смотрю появился опять в поиске хоп пишу говорят что-то те покупатели которые хотели забрать деньги с банкомата что-то долго снимают непонятно что-то типа короче они покупают но деньги долго снимают или не могут снять что такое какие-то сложности с этим и типа снова выставили не знаю за этого могут или нет как бы отказаться они от покупателя своих с которыми договорились но по торгу говорят 50 тысяч скинуть то есть 950 тысяч но в любом случае завтра я могу поехать посмотреть этот автомобиль то что я его толком уже не посмотрел и уже принимает решение пришел вот вот где надо смотреть то машины они там где это премиум вот смотрите автомат nissan премьера шестой год 239 тысяч что тут смотрим фары наверно тюнинговые уже вот эти с линзами до депо написано один этот не покрашены получается накладка мой телефон она не покажет не покрашена зазор большого притертость крыло бампер так салон про это прокуренный сидушка водительского он прожженный в нескольких местах руль просто в тряпки прямо тряпки тряпки видите имея просто товарищ илюхова попросил посмотреть эту машину так здесь зазор просто просто бомбический видно полироли вот эту белую так здесь получается шпакля лопнула эта машина практически самая дешевая в россии вот и в такой ценовой категории естественно что будет почему будет причина какая колеса тоже поэт пожурканы так крышу смотрим толщину меры доставать нет как думаете так но здесь сколы под ним что-то белое белое что-то непонятная шпаклевка поворотничек повторитель отщелкнутый на капоте присутствует коррозия а вот еще коррозия такая вот такой эффект то есть краска отслаивается хорошо что и днем приехал хоть видно что-то на зеркале шагрени заводская я прям какая-то как умный да здесь засел в засаде сейчас илюхе позвоню расскажу вкратце как вот смотрите аккорд пацанский такой 629 тысяч 11 год мотору только какой не пишет но салон тряпка так что возможно и двушка ручка кпп потертая руль нормальный да скорее всего двушку колесики маленькие вот это просто классика жанра toyota camry блин уже сколько их это делают да все как новый кузов кажется 12 год тряпочный салонная тоже душка такую 2 и 5 или 35 бы взять вот это вообще красавица бмв двоечка цвет просто огонь тут на бампера в костячки полтора ляма купешка блин маленькие машинки нравится мне особенно такие она на механике не на этом на автомате на их же мудреную это ручку фирменная я даже не знаю как такую коробку передач пользоваться так чё ну вот эти малыши не интересные народа нам а вот мерин а блин я думал он седан вот такого седана я бы тоже хотел как-нибудь купить как он цела называется ну по низу рынка рублей за 750 конечно 13 года кажется с 13 пошли вот просто марс сколько ему лет да смотрите сидушка она просто как новая вот просто новая машине 67 лет вот это вот видите тормозные диски вот такие да сидушка просто стресс и устойчивая прям по-любому пробег немаленький в западной части страны конечно да это они не только популярны но с ними еще вот что происходит видите по низам тоже вот эти вообще блин коровка сколько ей лет уже на года наверно 25 они 2000 парке он свеженький поставил поворотнички тоже свеженький зазорчики практически практически заводские ручная коробка передач автомобиль не закрывается тут конечно шагрели уже до много где не заводская и колоночки тут маленько это такие осыпавшиеся здесь вот маленько до полирнуть бы или чё это такое-то липкое пятно какое-то непонятно что вы хотите за за такие деньги он стекла зато почти почти 2000 года с девяткой вы ребята вот смотрите suzuka для сравнения давайте посмотрим и хорошая комплектация судя по крышкам умывателя и линзованной оптики но привод передний к сожалению то есть моя была с полным приводом ну и цвет у меня поинтереснее был тоже зазор у них у всех такой зазор видите здесь зато здесь примут шагрень у я конечно не сильно разбираюсь но прям как заводская шагрень смотрится сколько что это она 700 тысяч конечно они у нас так что переднеприводные но чуть-чуть чуть может дороже клиренс у нее такой по ум чуть повыше чем у меня был но смотрится живенько бодренько виден ну видимо пробег не это небольшой не успела жизнью потрепать помогать я так просто смотрю конечно такие деньги на неинтересно еще и красная пожарная машина так а вот статья outlander который меня интересовал 645 тысяч вот смотрите ребят 13 год полный привод бензин так салончик тряпочный смотрим ручка кпп норм руль ну норм сиденья ну сиденья такие конечно засаленные так бы я сказал давайте посмотрим почему он такой дешевый диски какие-то непонятно какие все достаем свой приборчик блин я это наверно батарейка в нем севшую и ума и наивный чукотский юноша надо крону купить ну ладно я в принципе это меня тоже не раз объясняли учили как что смотреть может без толщиномера сейчас справимся она интересно еще закрыта закрыт наивный чукотский юноша чё чё пацаны как смотреть машины без толщиномера давайте все это все советы в комментариях так но это понятно вот сколько она здесь стоит почему не катается никто не смотрит на что покажи вот это что он как-то такой вот пакет короче вот это очень так и должно быть как бы она еще какая полумокрая а вот там на 2 боя ком рожавчина так здесь у нас че-то как-то не понятно как и должно быть два слоя почему то 1 он подкрыл а кого-то это получается второй так но это уже понятно вот Сколько она здесь стоит? Почему не катается, никто не смотрит ее? На свет, посмотри, так, ну вот жимочек. Это опять же такие мелочи, пока ничего конкретного такого прям не видно. В принципе, и мордашка такая складненькая. Ого, там тестирует кто-то BMW. Так, на просвет посмотрим. Вроде двери ровные, не сказал бы там, это не волнистые никакие, знаете, когда шпакля просаживается. Так, здесь что у нас? Пошел жучочек, паучочек. Питерская тема, стандартная. Вот я понимаю, что в Питере такие машины, особенно пониже ее рынка, но хочется мне найти без жучков-паучков. Так, стопак. Ну, наверное, диоды красные, потому что еще стопак белый будет. Сзади что у нас здесь? Вроде здесь ржавчины нигде не видно. Ну, бампер такой подзатертый, что-то загружали, выгружали. Ну, вон там лучше видно, но так вот, что я вижу, рычаги, в принципе, все терпимо. Ну, вот эта штука ржавая. Держалка запаски. Так, здесь откол от фонарь, уже второй скол на пластиковом элементе. Блин, ну, я что-то здесь вообще не это, не вижу особо. Надо, блин, батарейку где-то рожать срочно. Потому что, ну, я говорю, к примере подошел, там сразу прям, сразу прям было видно, что что-то не так. Так, стекла. Двойка, двойка. Машина 13-го года. Двойка. Ну-ка, крыша. Опа. Это грязь. Да, блин, ничего здесь такого и нету даже, что-то я даже крашеного ничего не могу найти. Прям, вы знаете, явно так, чтобы было. Ну, вот это, конечно, неприятность вообще из неприятностей, если честно. Еще не каждый маляр возьмется это сделать без снятия лобовика. Как считаете, ребят, за 650 тысяч? Ну, там плюс торг еще, 630, может, как минимум. Может, даже еще ниже будет цена финальная. Здесь маленькие, здесь маленькие. Коточки. Так, ну, вот, смотрите, такой же Outlander, даже на год постарше. Но уже 785 больше, чем на 100 тысяч дороже. Причем на штампах. Давайте найдем отличия. Ну, салон не такой засаленный. Ну, что за засаленность-то? Можно все это почистить. Вот здесь желтый какой-то налет, смотрите, по окантовке идет. Не очень красиво это смотрится. Кстати, здесь шильдики на этих, на окнах, другие, смотрите. Да, шильдики другие. Здесь белые и там черные. Ну, я не думал, что там на всей машине прям мененые стекла. Может, просто сборка какая-нибудь другая. Ну, вот это прям стабильно. А что вот они желтизную-то даже не отмыли? Хотя бы вот эту с блестяшки. Здесь тоже везде прям. Наверное, скажут, что это отмойки, знаете, что-нибудь такое. ЦРВ что-то не могу найти свою, которую я хотел посмотреть. Может, продали уж. А вот, ребят, смотрите, 12-й год, еще дешевле даже, чем тот серебристый. Белый цвет. Посмотрим, что за зверь. Так, туманки, ну, это, наверное, грязные просто. Здесь зазоры еще меньше. Мне кажется, даже меньше, чем должны быть. Так, ну, на бампере вот такой момент присутствует, да? Руль, кстати, похуже здесь, а вот сам салон не засаленный. Тонировочка зеркальная. Всем привет. Ставь лайк. Так, вот здесь зазорчик большеват. Видно аж вон внутрянку. Ага, вот здесь, то есть, есть вот такая. Содрали, может, по страховке даже ободрали бочину. То есть, получается, раз, два, три. Ну, и, наверное, это четыре, четыре элемента. Так, ну, здесь ржавчины нет хотя бы над лобовым. Лобовик сиговский, китайский. А, и получается, сколов здесь нету, да, на зеркалах. То есть, косяков. Ну, блин, здесь зато вот это. Ну, вот эта дверь, кстати, я не знаю, полировали, нет. Но, судя по тому, что здесь битум остался, ее не полировали, эту дверь. Возможно, ну, хотя нет, здесь, конечно, глубоко уже. ЛКП до грунта там. Даже вот если вот эту дверь, да даже если просто вот это все сполировать, вот эта грязь, ее не видно будет. Но все равно это. Вот этого, кстати, надо взять на заметочку. У нас так, за такие деньги прошлый кузов продается. Ну, здесь, да, тоже бампером лопнувший. Так, кстати, Субари вот этот тоже интересен. У меня был такой, 11-го года, я его, кажется, за 780, что ли, продал. А, ну, это 14-й год. У меня вот черный кожный салон был. Салон, кстати, красят они, вон, сидушка. Трещины подкрашены с баллончиком. И суппортишки здесь подкрашены, кстати. Видимо, какой-то, типа, меня работал деятель. Суппортишки серебристые, вон, вместе с колодками покрашены. Здесь черным. Миллион 125. Не, ну, то это, конечно... Если здесь еще мотор 3.6, Еще, не знаю, как-то что-то можно, да? Что тут еще покрашено? Непонятно. Главное, здесь так классно. То есть, здесь кроссоверы чисто. Там, там, вон, седаны. Но только полноразмерных, больших... А, ну, большие тоже здесь, вон, поджерик, допустим, здесь стоит. Ну, как-то, что-то, Lexus RX, 10-й год. Ну, это, наверное, 3.5-й, который. Мне кажется, даже прошлый Lexus как-то поинтереснее выглядит. Прошлый кузов. Я имею в виду экстерьер. Внутри-то, конечно, тут уже поинтереснее, как-то посовременнее. А вот прошлый кузов снаружи, то есть, выглядит до сих пор актуально. Особенно рестайл, там, и особенно гибридный вот этот. Не, зад еще нормально. А вот перед вообще уныло у них выглядит. Вот, на рестайлинге уже маленько исправили. Ну, что сказать, самая такая свеженькая, бодренькая машинка, это вот Suzuki вот эта красная. Но она и стоит, блин, как у нас практически. Вот, допустим, RAV4. Смотрим, да? Еще тут просто небольшой жучок, как говорится. Здесь можно заглянуть вон внутрь. Вот как вы считаете, лучше, как на Subaru подготовленные суппорта, да, так скажем? Или вот такое просто, рыхлое все? Сколько он, интересно, стоит? Я сейчас пока цену не буду смотреть. Пока состояние посмотрю. Ну, здесь зазорчик большеват. Машины все закрыты, ничего внутри не смотрю, просто осматриваю визуально. Вот, предварительно. Потому что каждую машину менеджеры не нагоняют, а там тебе ключи носить, показывать. Потом уже конкретика, если будет что-то интересно, будет, я уже тогда буду звать на помощь менеджеров. Так, ну, салон черный-кожаный. Пробег, наверное, 300 здесь. Ну, это, в принципе, и нормальный пробег-то. Сколько ему лет? Откроем карты. 540. Ну, конечно, у нее и цена. Специальное предложение. Шестой год, полная комплектация. Так, здесь, получается, бампер-крыло. Капот весь ржавый. Короче, специальное предложение. Оно не только из-за цены специальное, но и из-за состояния. Допустим, идеальный такой, я думаю, на 100 дороже здесь стоил. Ну, такой вот уставший РАВчик. Сузука вот эта мне прям понравилась. Была бы она на соточку дешевле. Полный привод и другого цвета. Любого вообще другого. Да и даже пофигу. Цвета даже такого была. Ну, опять же, для разнообразия, да, чтобы вам было интересно, какую-то другую машину тоже не совсем правильно было бы то же самое брать. Кстати, говорят, что вот эти автосалоны это те же самые перекупы. Ну, а почему им какими-то другими быть? Мы все люди, все автомобили. То есть, вот этот автомобиль, допустим, когда он попадает к перекупу или к хозяину, или к автодилеру, или к автосалону, он же ничем не меняется. С ним так же нужно работать. Что перекупу, что автосалону, хоть кому. Да, ну тут, конечно, тут, конечно, да, трухлявое все такое. Солнышко выглянуло. Тюнинг белый. О-моё, ни хрена себе. Жаскость. Ну, вот тоже, здесь тоже люди работают. Я не знаю, кто это, покупатель смотрит, или это мастер, приемщик так гоняет. Ну-ка, еще один заезд будет? Не, не будет. Он на аварийке, он что-то ездит. Ну, дал-дал он, конечно, вообще. Просто дал-дал, ушел, как говорится. Видимо, просто просраться надо было дать. Горшки продуть. Или, не знаю. Ну, я не думаю, что он просто как по-пацански просто погонял здесь. Так, механика здесь. Кожат какая-то странная, пошорканная. Двенадцатый год, 480. Ну, так как бы не сильно-то и дешево. Дверь вот эта вообще отличается по цвету. Вот видите, серебро один цвет и другой. Это так, из рубрики ужаса нашего городка. Ну, вот, например, давайте посмотрим. Машинка, видно, что давно здесь стоит. Такой вот вариант тоже застоявшийся. Opel Astra. Десятый год, 274 тысячи. Ну, тоже коррозия. Конечно, кое-где присутствует. Вот капот съела конкретно. Это что у нас? Понтяк Вайп. Старичок. Старичок, американец. В Америке его шатали, шатали. Сейчас здесь, в России шатают. Вон, бедняга уже, наверное, говорит. Отпустите меня. Сдайте меня на свалку. В Америке, наверное, такие машины уже на свалку сдают. Но это не точно, как говорится. Троечка, красавица. Вот такой кузов мне прям нравится. Тройки. Ну, а это вообще просто пушка-гонка, блин, мечта. Конечно, я в прошлом кузове хотел купить. Ну, и, возможно, куплю когда-нибудь. Ну, блин. Ну, конечно, салон, если честно, у меня простоватый. Руль, видите, не круглый такой. Интересный. Ягуары такие, кстати, подешевели. Сейчас можно чуть ли не за 500 тысяч такого взять. XJ там, это какое. Ну, он задний привод, то есть там, по-моему, 238 лошадей. Что они, ломучу, интересно нет, кто знает. Охота, как бы, интересную тачку, и чтобы, как бы, продать ее получилось. Потому не так, что взял, как бы, и все, и ездишь на ней год-два. Как вам такая картина? Ну, вот эта тачка прям новая вообще. Все болтики беленькие, рама, он черная просто. Вся вообще агрегатура полностью, видите, да? Ну, любо-дорого смотреть. Ну, Питер, получается, за 5 лет может все это съесть и немного свой окрас уже придать, наконец-то. А вот она, ЦРВ-то нашлась, которую я искал. Вот.